Воздействие силовых нагрузок на органы зрения В течение многих лет врачи придерживались мнения, что человек с какими-либо отклонениями от нормы или заболеваниями должен ограничиваться только лечебной физкультурой. Фактически был закрыт доступ в спорт людям с врожденными аномалиями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей и особенно близоруким. Юрий Власов один из сильнейших атлетов России, только исключение. Помню, как наша окулист пыталась освободить меня от занятий физкультурой, чтобы она сказала бедняжкой, если бы узнала о моих постоянных тренировках или увидела бы, как я размахиваю здоровенным куском железа. К счастью, в последние десятилетия взгляды медиков на связь физических нагрузок со здоровьем изменились. Если в 60-е годы на Амосова, который заставлял больных после операции на сердце заниматься физкультурой, смотрели чуть ли не как на убийцу, хотя его пациенты гораздо быстрее возвращались к активной деятельности, то теперь очень многие рекомендуют для быстрейшего восстановления работоспособности использовать не только аэробику, но и упражнения с весом. В этом видео мы рассмотрим воздействие силовых нагрузок на органы зрения и постараемся понять, как можно укрепить слабое зрение, не нанося себе вред. Анатомия глаза и причина расстройств зрения. Грубо говоря, глазное яблоко представляет собой примерно шарообразное тело, подвешенное в глазнице посредством кольцеобразной связки. Со стороны отверстия в нем находится роговица, затем хрусталик и стекловидное тело. На задней стенке имеется светочувствительная сетчатка. Глазное яблоко окружено мышцами, регулирующими его положение и выполняющими сужение или расширение зрачка, а также изменяющими оптические характеристики глаза, что позволяет одинаково четко видеть как удаленные, так и близко расположенные предметы. Нарушение работы глазной мускулатуры приводит к тому, что фокусировка зрения теряет четкость. Развиваются такие заболевания, как близорукость, дальнозоркость и миопия. Конечно, играют определенную роль и врожденные пороки. При высокой степени близорукость становится возможным отслоение сетчатки глаза при резком сотрясении головы. Вдобавок перегрузки, как известно, даже всегда воздействуют на наиболее слабые органы. По принципу, где тонко, там и рвется. Вам наверняка знакома временная потеря зрения при работе с околопредельными весами. Прилив и отлив крови в глазах, яблоках может привести к нарушению работы глаз. Так что же, вы правы. Те врачи, которые запрещают близоруким заниматься спортом, к счастью, поводы для оптимизма есть. Не ослеп же Юрий Власов, а какие нагрузки у него были представить трудно. Настер Эль Санбати и Флекс Уиллер, да и многие другие профессиональные спортсмены. Любая мускулатура подается развитию. Разработана даже специальная гимнастика для глаз. К тому же, тренировки, укрепляющие весь организм, в частности, силовые, способствуют и укрепляют слабые звенья. Доказано, что при нагрузках высокой интенсивности, но без резких ударных воздействий, опасность ухудшения невелика. Что касается вредного влияния силовых тренировок на зрение, конечно, утверждения врачей не лишены оснований. Хотя, конечно, надо делать скидку на особенности вашего организма, частоту тренировок и так далее. Естественно, необходимы и специальные методы защиты. Например, задержка дыхания при усилии крайне вредна для глаз. Кроме всего прочего, родномерное дыхание способствует лучшему сосредоточению. Это уже давно знают специалисты по боевым искусствам. Учитесь расслаблять взгляд, то есть смотреть не напряженно, а как бы сквозь предметы на первый взгляд. Управление зрением в силовых видах, за исключением чисто цирковых, например, силового жонглирования, не имеет такого значения, как в боевых искусствах, где оно выросло в специальный элемент подготовки. Тем не менее, используя методы расфокусировки взгляда, вы можете избежать излишнего напряжения глаз, а значит снизить отрицательное воздействие высоких нагрузок. Вот несколько советов для расслабления глаз, а также укрепления глазных мышц. Первое. Встаньте около окна, затем найдите какую-нибудь точку, например, угол дома или дерева, который находится на одном уровне с вашими глазами. Считая до 20, смотрите на выбранный вами ориентир. Затем переведите взгляд на окно и опять считайте до 20. Повторите эту процедуру несколько раз. Номер два. Несколько раз сильно зажмурьте глаза. Открывайте и закрывайте глаза достаточно быстро, но особо спешить или тормозить не стоит. Повторите эту процедуру несколько раз. Номер три. В течение короткого времени поморгайте глазами. Повторите эту процедуру несколько раз. Выше уже упоминалась гимнастика для глаз. Вот один из возможных вариантов. Попеременно отводите глаза вправо-влево по 10 раз. То же самое вверх-вниз по 10 раз. По диагонали вправо-вверх, влево и вниз. Затем наоборот по 10 раз. Вращение глазами по часовой стрелке и против часовой стрелки по 10 раз. Между упражнениями в течение примерно 30-60 секунд массируйте глазные яблоки через опущенные веки. Мягкими круговыми движениями подущих пальцев. Используя эти советы, вы в какой-то мере сможете снизить вредоносные влияния силовых тренировок. Поможете своим глазам намного быстрее восстанавливаться после занятий в зале. Выполняйте приведенные комплексы либо после тренировок, либо вечером перед сном. Старайтесь не поддаваться вредоносному влиянию лени. Самое главное – постоянство. Твоя активность поможет нам подобрать материал, который тебе нравится. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok